Алло, господин Перепишин, здравствуйте, это программа Черное Зеркало. Вы нас смотрите сейчас или нет? Нет, не смотрю, потому что я в больницу вернулся. Я хотел к вам заехать. Отойдите, пожалуйста, от телевизора, если можно, несколько шагов сделайте. Неплохая у вас больница, я вам хочу сказать. Я два месяца назад тоже был в больнице, у меня телевизора не было. У меня тоже нет телевизора. Вот сейчас нет, действительно. Ну, здесь звучат обвинения в ваш адрес, и вот наши гости говорят, что вы должны быть одним из тех, кто в первую очередь должен на себе испытать все прелести закона иллюстрации. Что вы можете об этом сказать? Узнаете о судье кто, начнем с этого. Если исходить из тех действий, которые я совершал, я бы хотел услышать конкретное мятное обвинение в мою сторону. Но я с 2004 года занимал проевропейскую позицию, и с 2004 года у меня в 2004 году десятки тысяч людей на Майдане жили, и в 2015 и 2014. Ну, один из самых ярких критиков в студии это Игорь Молер, я и дам ему слово, пусть он вас и обвиняет, но только, Игорь, прошу вас кратко. Да, пан Полопишин, я сейчас хочу в вашем присутствии рассказать собравшейся аудитории, миллионам зрителей у телевизоров, о предвыбранных технологиях, которые хорошо известны в Шевченковском районе, где я живу. Друзья мои, существует такое понятие, как поле. Вот Шевченковский район, это некое поле, где 30 тысяч бабушек голосующих. Это сеть. Я сам недавно про это узнал. Я в шоке. Товарищ Пилопишин, вопрос. Извините, пан Пилопишин, вопрос. Скажите, вы платите деньги этим людям или платили ли им на предыдущих выборных кампаниях? Нет, не плачу. А собираетесь ли вы дальше не платить деньги бабушкам и дедушкам? И дальше собираюсь не платить. Жалко, что вы не в студии, потому что... Нет, подойдите, Игорь, 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 секундочку. Вот, секундочку, давайте мы вот про другое спросим господина Пилопишинова. Потому что, секундочку, это Евгений Киселёв, ведущий программы. Позвольте, позвольте, я вам задам конкретный вопрос. Вот, вас упрекают в том, что вы, став народным депутатом, буквально там, не успев им стать, вы прошли в состав Верховной Рады в результате довыборов там по вашему округу, потому что, я напомню, в 2011 году, там, не вдаваясь в подробности, выборы не состоялись. И в результате состоялись только спустя год с лишним, в декабре 2013 года. Да, вот, вступив в права народного депутата, вы тут же проголосовали за так называемые диктаторские законы. И вот, говорится, что люди, которые проголосовали... А? Вот, мне говорят, не голосовал 16-го депутата. Во-первых, это манипуляции. Потому что диктаторские все законы голосовали с 16-го числа руками. И были проголосованы. Это можно взять стенограмму заседания Верховного Совета. И посмотреть, какие были процедуры. Люди, которые сейчас об этом говорят, они такие же манипуляторы, как и те, кто организовал голосование 16-го числа. Я готов идти на вашу программу, взять закон... Так мы вас приглашали, мы вас приглашали, мы вас ждали, мне даже сказали, что вы приедете опознать на полчаса. Я хотел к вам приехать, но у меня плохое самочувствие. Я отобернулся в больницу, потому что я очень много чувствую. Хорошо. Я надеюсь, что у вас будет возможность появиться в этой студии позже. Да, Евгений, я бы очень хотел, чтобы люди, которые говорят о демократии, не занимались подсосовками и манипуляциями. И те, кто меня обвиняет за голосование 16-го числа, это такие же манипуляторы, как и партия в лапе, которая была 16-го января. Понятно. Ну, вы все-таки мне скажите, я так и не понял вашу позицию. Является ли, на ваш взгляд, я сейчас говорю не про вас лично, я говорю про принципиальную позицию, про подход к данной проблеме. Вот является ли сам факт участия в голосовании 16-го января достаточным основанием для того, чтобы подвергнуть беспощадной иллюстрации тех, кто поднял руку, образно говоря? Я считаю, что если голосование проходит по процедурам, каждый депутат имеет право отстаивать свою точку зрения. Я вас понял, вашу позицию, и я надеюсь, что вы, господин Филипишин, не откажетесь прийти в нашу студию и поговорить. С удовольствием вам приду на следующей неделе. Обязательно, я обещаю вам. Извините.